Привет! Сегодня у моего сына день рождения. Я решила приготовить для него чизкейк. Это его самый-самый любимый тортик. Так что будем готовить сегодня чизкейк. Для этого нам понадобится мука, масло и сахар. Под видео я оставлю описание, сколько нам потребуется. Итак, возьмем муку и всыпем в миску побольше, чтобы удобнее было это все мешать. Сюда же мы насыпем сахар. Мука у нас примерно полтора стакана и полстакана сахара. Теперь мы берем масло. И тут у нас начнется самое интересное. Я правда не знаю, как у меня это все получилось, потому что я очень даже лично его не пекла. И тут я решила, что повод у нас есть. Масло надо порешать, чтобы нам было это все легче мешать. Масла довольно-таки много, целая пачка, поскольку это будет такое песочное тесто. Я извиняюсь, конечно, если мой русский язык не совсем точен, поскольку я не русская. Но тем не менее. Пытаюсь как-то улучшать свой язык. Так, сейчас мы сахарили. Теперь, чтобы нам было бы потом легче это все собрать в одну, в один мячик, мы это все масло будем рубить вместе с маслом. Масло... Масло с... Масло с маслом нет. Масло с мукой будем так ножом рубить. Что получилось? Такая крошка у нас. Надеюсь, что вам видно, что у нас получается. Чизкейк мы будем... К чизкейку мы будем делать и мороженое, поскольку у меня появилась такая новая штука, как мороженец. Так что и мороженое мы тоже будем делать в следующем видео, наверное. Так. Ну, как бы масла у нас стало поменьше. Сейчас уже ножом ничего мы не можем тут рубить. Надо будет приступать руками. Масло очень холодное. Вчера я его вынула из морозилки. Ночью оно стояло, оно стояло в холодильнике. Оно должно быть очень холодное, чтобы лучше схватывалось все это дело. Ну, в принципе, я не знаю, почему оно должно быть холодное, но оно должно быть из холодильника. Если вы знаете, почему оно должно быть из холодильника, вы под видео можете мне написать. Видите, как оно меняется, да? Масло начинает как бы подтаивать. И оно становится более однородным. Вот так вот. Эй-эй. Эй-эй. У нас все сыпется, сыпется, сыпется. Ну, получится так, как хочется. Будем сыпать на стол. И здесь вот. Будем сжать это дело. Чтобы все-все-все собрать. Все-все-все собрать. Все-все-все. Мы должны собрать в кучку. Видите, оно очень легко делает это тесто. Очень-очень приятное. Быстренькое оно. Не трудно сделать все это. Будем выпекать с вами всякое разное. видео. Если вам интересно, откуда, что и вы напишите. Я вам все обязательно расскажу. Вот. Так вот. Ну, в принципе, такое вот это тесто должно быть. Не надо его очень много руками трогать. Чтобы оно было такое по... Не очень жидкое. Потому что вы будете... Чем больше вы его будете трогать, чем жиже оно станет. Но потому что масло тает. И это, кажется, нам совсем не нужно. Чтобы оно стало жидко. Сейчас мы берем форму, которую я предварительно уже выклала бумагой для выпечки. У меня есть такое масло. Это подсолнечное. Оно в виде аэрозоля. Очень удобно для выпечки. Ее можно просто разбрызгнуть. Во-первых, и не жирно. Поскольку масла очень мало, и так красивенько все разбрызгивается. Поскольку у нас уже очень много жира, масла самого. И берем сейчас небольшими портелями тесто и накладываем в форму. Накладываем в форму аккуратненько. Не очень плотным слоем. Понимким слоем. Мне нравится, чтобы тесто было мало. А начинки много. Будем класть не очень красиво. Слишком маленьким слоем тоже нельзя. Поскольку тогда он не будет никак удерживаться это все. Построение наше. Так вот. Последний кусочек. Бортики делать я не буду. Вот у меня будет такой. Чистик без бортиков. Как если бы мы делали его из печенек. Так что вот весь, все тесто, которое у нас получилось, мы выкладываем таким образом в форму. Дальше. Дальше. Дальше мы берем вилку и довольно таки часто делаем такие дырочки. Не могу подобрать слово, как это называется, это действие, которое я сейчас выполняю здесь. Ну, вот такие дырочки у нас получаются. Сейчас мы берем противень и ставим на минут десять в холодильник. Лучше в холодильник, потом чуть-чуть. Поставили на минут десять в морозильник наш коржик. Дальше мы начинаем делать саму начинку, сам чистик. Мы его будем миксили. Так намного удобнее. Это все делать я сразу буду делать в чаше. Чтобы это все так красивенько у нас получилось. И берем сейчас маскарпоне. Нам понадобится две пачки сыра маскарпоне. Можно маскарпоне, если у вас нет, можно заменить сыром филадельфи. по самому это блин. Тоже получается вкусно. Но у меня был сыр маскарпоне. Поэтому мы его используем. не очень плотненько закрыт. Что все не так просто. Не особо просто добраться. Так, сыр мы ставим в чашу. выкладываем. Обе сразу пачки. Сыра у нас довольно таки много. К сыру мы кладем яйца. Тоже два яйца. Две пачки сыра. Два яйца. Дальше у нас идет сметана. Вот. Примерно сто восемьдесят грамм сметаны у меня. Сто восемьдесят грамм сметаны. Дальше мы будем добавлять сахар. Пол стакана. И, как вы думаете, что это такое? Это крахмал. Мы будем добавлять две столовые ложки крахмала. Это обычный картофельный крахмал. В принципе, я думаю, что можно заменить его и на кукурузный, если вам нравится больше. Так. И здесь у меня ванилин. Обычный самый. Не сахар. Обычный ванилин. Можно ванилинный сахар добавлять или эссенцию. Или как у вас там получится. Совсем чуть-чуть на кончике ножа. Потому что он очень такой ядрёный. И чуть-чуть пошумим. Сначала на маленькой скорости, чтобы это всё у нас не полетело. А потом на скорости чуть побольше. Постепенно увеличиваем скорость. Очень удобно с такой машиной. У неё множество всяких насадок. Которые можно не применить. Есть и всё про джимауто. И блендер. Всякие там... Есть и машинка для мороженого на него. Но у меня такого нет. Её надо покупать отдельно. Видите, она мне не нужна. Так. Это у нас всё будет. Так. Надо слить, чтобы это всё не освещалось воздухом. А... А... Тогда это сегодня будет скоростью. Ну, в интере. Ну, в таком случае. Пока это сбывается, мы ставим духовку. До 170 градусов. Но она уже была разогретая. Вот. Сейчас самое время. Прошло 10 минут. Мы вытаскиваем корж. Наш корж остыл. Хорошенько. Очень-очень. Хорошо. Остыл. И яркий такой. И мы его ставим в духовку. на 170 градусов. На 15 минут. Всё. Готово. Оставим. Пускай оно чуть-чуть отдохнуло. Пока у нас всё выпекается. И ставим на 15 минут. Пока наш пирожок чуть не забыла. Чуть не забыла. Чтоб наш коржик не задымался. И не взулся. Мы его так вот накрываем бумагой для выпечки. И высыпаем какой-нибудь тяжелый, который можно фасолью. Можно какими-то бобовыми. Или гречкой. Ну, чего-нибудь такого. У меня рис. Я высыпаю рисом у меня. Вот. Это выглядит так. И сейчас мы ставим его выпекаться 15 минут. Так. Прошло 15 минут. И мы наш коржик достаем из печки. Осторожно. Горячо. Рис мы аккуратно убираем. Вот. Ну, коржик у нас получается такой. Он пока что только схватился. Так. Даем ему минут... Минутки две. Чуть-чуть подостыть. Чтобы он... Не аж такое. Не совсем-совсем было бы... Горячий. Весь плод жар. Так. И вот такой у нас получается... Наш... Крем. Крем. Видите? Он такой воздушный. Однородный. Без комочков. Очень много. Воздуха тут видно. Аж... Тут видно даже пузыречки. Воздуха. Он чуть-чуть подостыл у нас. И аккуратненько медленно волеваем наш крем. Спасибо. В серединке. Вот. Крем не очень сладкий. Если вам кажется, что он не очень, недостаточно сладкий, вы можете добавить чуть больше сахара. Но, поскольку в корж мы добавляли сахар, и наверх у нас будут клубника, которая тоже сладкая сама по себе. Вот. Так что я думаю, что сахара здесь более чем достаточно. Так. Такой у нас получился замечательный коржик. С кремом внутри. Может вам видно было бы. Так вот. Все красивенько. И сейчас мы ставим это все дело в духовку на полчаса. Вот. Пока эта верхняя часть схватится и станет такая коричневатая. Так что полчаса мы про него забываем. Итак. Прошло полчаса. наш чизкейк готов. Вот такой вот у нас получился чизкейк. Ему, конечно же, надо остыть. И когда он полностью остынет, можно снять бачка и посмотреть, какой он у нас получился. Видите, как удобно. Все снимается. Так. Теперь нам надо, чтобы он полностью остыл. И можно его украсить по своему желанию. Можно никак не украсить. Есть просто так. Потому что вкус от этого не меняется. Вот. Ну так что так. Всем пока. И до новых встреч. Лiantes.